урегулирование финансовых вопросов называется я считаю это вот человек врачи говорят болезнь легче предупредить чем вылечить но мы к сожалению чаще всего игнорируем это все а потом когда человек заболел уже приходит давай лечи меня говорят конечно шансов все-таки меньше если допустим у кого-то там вначале также простуду взять они же не зря говорят легче предупредить чем вылечить допустим да да так и бывает что человек попал допустим берет там ей в какой-то момент ощущает что начинает болеть простудился то купил капусты маринованный поел и все ему тет нормально все ты форме можешь работать а некоторые люди игнорируют и денежку вопрос та же самая история если положим у вас дела все видно что неважно то надо всегда подушку безопасность создавать как прекрасный поговорки есть по одежке протягивай ножки а у нас вот к сожалению люди думают да ерунда вот я уж раньше всегда к деньгам относился небрежно как-то думала у нас семьи так воспитали что особенно мама там всегда боялись у нас называется ахщачиры денежная болезнь чтобы человек все время жажды наживы они всегда нам показывали на односельчан на каких-то родственников наших и говорили вот они их обуял и жажды наживы это несчастные люди они даже вот у нас вот на первом месте еда была на втором одежда на третьем домашняя обстановка на четвертом путешествие как-то а у них там на первом месте они всегда вот покупали что-то из мебели и на книжку клали кушать нечего все время горжаловались денег нет денег нет обычно вот людям свойственно было так подносить она вот тогда инфляции как говорится слава богу не было во всяком случае не так чувствовался на возможно было оправданно и что человек если при деньгах он должен как-то сделать несколько фондов вот у меня своя и как сказать метода кому-то понравится кому-то нет отложил фонд здоровья фонд того-то фонд этого допустим собираешься зубы лечить фонд туда 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 и что это у вас первое создает впечатление что вы не такой богатый если у вас все деньги в одном месте то думаешь о я богатый начинаешь тратить безумно когда тебе приперл уже надо тоже этих денег нет к сожалению а когда все по фондам то вы фонд тратите еще даже один фонд есть экономии если я где-то там опасные продукты и воздержался от них от их покупки ну бывает для души хочется купить там колбаски там майонезы всякие там сгущенку там шоколады всякие если воздержался то в этот фонд складываешь и потом даже так сказать набирается и тратишь уже спокойно это сэкономили средства даже если ты их потеряешь не так обидно так вот эти фонды какой-то момент человеку срочно понадобились на что-то деньги и если ситуация такого что действительно необходимо невозможно обойтись он не бежит куда занимать вопросу в этот фонд залез фонд здоровья где зубы а ладно я пока зубы не буду лечить подожду а так телефон вроде можно пока обойтись этим телефоном все и вот так вот выходишь из положения а так вот люди думают на все на все не хватается поверьте даже у миллионеров у людей этих на все не хватает у них расходы еще больше а они не могут как мы купить недорогое там что-то из костюма из еды и прочее они едут специальные магазины где все очень дорого может быть не во всем все шикарно как у нас то есть это не во всем шикарно я уже запутал тут машины горы куча просто вот я сейчас буду переходить вот сейчас пройду вот нет миллионера который бы говорил что у нее все в порядке когда мы считали вот этот хаммер что ли да я прохожу там двери от хаммера продаются хаммер был он долгожитель американский миллионер и десятки лет советской власти дружил о нем отзывались как о миллионере а у нее видно репутации только сохранялась когда его не стало оказался чуть ли не долгах но есть еще некоторые известные лица на политическом небосклоне америки которые тоже дуты у них там благополучие потому что если они откровенно поведают о том в каком положении находятся они поведают то естественно уж это у них все банкрот и у них это упадет к ним как сказать они в глазах окружающих доверие потеряют и цена медный грош и у них не принято особенно разглагольствовать о том там какие доходы оттуда кстати пошло никогда не говорят сколько зарабатывать сколько чего а у нас советское время это был нормальный вот в ведомости расписываешься я еще застал в редакции и видишь кто сколько получил тугриков а потом все это постепенно сошло на нет сейчас уже люди поняли что не стоит на день же вопросы так это освещать для какого-то круга не совсем близкого свои состояния вот поэтому люди должны к деньгам относиться как мудрее и тогда они будут задерживаться я все время был крайне небрежно мне большие доходы были но я был небрежно через день рубашки покупал потом даже не надевая их даже иногда один раз родственникам отвез в редакции работал бой ведущий журналист огромный день зарабатывал а все безумно тратил и раза три а вот так потом кризис испытывал когда было покушать нечего я особенно после подписки там осенью я подписывался на массу журналов газет и этот месяц я голодал ну а что было шел я поликлийку это меня царствие небесное главврач читала меня уважала она меня подкармливала или я шел где-то другим знакомым они меня подкармливали этот месяц а потом я снова в норму ходил что хочу сказать в деньгам надо относиться серьезно и они тоже будут отвечать взаимности будут к вам как благоведь что ли или как сказать в общем надеюсь правильно потребил знакомый едет все добро спасибо вот он картошки торгует по весне оглядывается по весне картошка торгует наверно тоже дела плохо бывает мне весной осени не видно а весной он выносит картошку выгод купи купи ну прижала человек если что поделаешь все доброго